Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео я расскажу вам вот про этот замечательный термос, который я приобрел этим летом. С этим термосом я уже немножечко покатался, поэтому мне есть что о нем сказать. Этот термос полностью металлический, то есть ему не страшны какие-то падения, деформации легкие, то есть вообще в этом плане он замечательный. Но у него есть опять же огромный минус. Огромным минусом является это его масса. То есть его масса пустого составляет около 500 грамм, то есть около полкило. Соответственно, какие-то длительные путешествия на мотоцикле с ним это будет, ну, вы будете возить с собой очень много, ну, такого ненужного веса, так я бы сказал. Но когда опять же его очень классно возить с собой, это небольшие путешествия. То есть, ну, как путешествия, прохваты, скажем, в одну сторону там от отеля до отеля, скажем, ну, 500 километров. Я вот ездил, ну, в среднем у меня выходили такие маршруты этим летом 500 километров в одну сторону, скажем, такие прохваты. Соответственно, несколько раз остановиться, попить чайку его вполне хватает. То есть в отеле также вы можете долить туда кипятка и дальше пользоваться. То есть классная штука вот именно на короткие какие-то поездки. Не важно, едете вы на мотоцикле или на машине. Я его испытывал, использовал на мотоцикле. То есть, когда было прохладно, такой термос очень, ну, помогал мне согреться. Потому что до приобретения этого термоса я останавливался на заправках и покупал там чай или кофе. Ну, вы, наверное, в некоторых моих роликах видели, где я ругался на цену этих, скажем так, чаев. То есть на заправке кружечка чая и то там с кафешка самообслуживания 4 евро я отдал. Это жесть, то есть термос очень быстро окупается, ну, если так посмотреть. Плюсы этого термоса, опять же, еще можно сказать, что он очень долго держит горячую воду. То есть, опять же, утром залил, к вечеру она еще, ну, горячая. Ну, не адски прям, чтобы обжигала, но она такая, нормально, пить можно. То есть, конечно, заварить чай уже, наверное, будет слабовато, чтобы вот именно прям заварить чай. А если вы туда сразу, допустим, нальете кофе или что, то вообще прям самое то классно. Ну, опять же, говорю, это только вот для таких коротких, коротких поездок, небольших прохватов, где вам не нужна горелка и где вы знаете, что вот вы сейчас выехали и там через 4 часа у вас будет возможность, скажем, его заново заполнить. И, опять же, короткие прохваты подразумевают собой минимум вещей. Поэтому, ну, можно, скажем так, сбериться, сказать, ладно, я возьму лишних полкилограмма. Но, сами посудите, полкилограмма, для того, чтобы вы представляли, что это такое, это два вот этих баллона, это 400 грамм. То есть, три баллона вот этих газовых, это 600 грамм. На дальняк я бы порекомендовал взять с собой титановую кружечку, которая мне вот-вот должна прийти, и несколько вот таких баллонов. Потому что, если вам приспичит в дороге вдруг что-то попить горяченького, вы всегда очень быстро сможете себе согреть кружку воды и спокойно попить при любом раскладе, так скажем. Это очень удобно. Почему я рекомендую брать именно маленькие баллоны, а не один большой? Да, я соглашусь с вами, что один баллон такой маленький стоит дороже, чем, скажем, ну, его невыгодно покупать с точки зрения экономии денег. Но, в чем его плюс? Когда у вас заканчивается газ в одном баллоне, вы просто его выкидываете, и вы высвобождаете не только лишний вес, то есть 100 грамм, так же объем. То есть, каждым разом, когда у вас заканчивается очередной баллон, вы его выкидываете, и у вас уменьшается масса и объем. Поэтому, соответственно, вы выигрываете. То есть, опять же, два баллона высвободили, это банка тушенки, скажем, 400 грамм, которые вы можете закинуть себе в рюкзачок, при этом не в ущерб комфорту. Поэтому вот так вот. Скоро мне придет горелочка на 25 грамм, титановая. Вот для этих резьбовых баллонов я сделаю, соответственно, на нее отдельный обзорчик. Поделюсь, скажем так, впечатлениями. Ну, что еще можно сказать про этот термос? Термос. Ну, в принципе, все термос как термос. Я говорю, любой термос целесообразно брать с собой только вот на какие-то короткие поездки или там на пикничок, скажем, если ты вечером куда-то на природу, ой, точнее, утром выезжаешь на природу с целью вечером вернуться. Во всех остальных случаях я все-таки предпочитаю взять с собой горелку, так как это намного, ну, меньше веса и комфортнее, мне кажется. Ну, и опять же, плюс атмосфера, знаете, приготовить что-то на горелочке, это, ну, немножко атмосферненько, я бы сказал. Поэтому я буду топить за газовые горелки. Также я себе заказал еще спиртовую горелку, ну, чисто как игрушку, поиграться, посмотреть, там, сравнить, насколько она будет легче. Надо будет потом потестить и газовый баллон, и спиртовую. Ну, когда придет, я все, естественно, сделаю для вас обзорчики. Ну, а я скажу вам спасибо за просмотр, что уделили время этому ролику. Не забудьте поставить лайк, написать свой комментарий для продвижения данного ролика. Ну, еще раз спасибо всем, ребята. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok